С приходом осени автомобилисты поселка Красное вновь столкнулись со старой проблемой. Размытая дождями и убитая тяжелой техникой дорога. На единственную в округе грунтовку, связывающую село со столицей региона, сетуют все, кто отправляется в город или едет в Красное. В социальных сетях то и дело появляются видео и гневные комментарии водителей. В том, что дорога действительно в неудовлетворительном состоянии, убедилась и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Грунтовая дорога в Красное никогда не отличалась качеством полотна. Его состояние на 29-м километре – отдельная головная боль для автомобилистов. Всему виной так называемые нанотехнологии, которые были применены здесь два года назад. Не надо было делать ерунду, скажем так. Натворили дело, сейчас учат за все. Я думаю, за эти деньги, за все, можно было асфальт положить. Это от Красного до города. Почти круглый год большая часть дорожного полотна напоминает стиральную доску. В летний и осенний период практически ежедневно дорогу бороздят многотонные Камазы, доверху забитые песком, уничтожая и без того плохую дорогу и создавая невыносимые условия езды для легковых автомобилей. Сейчас интенсивными темпами идет строительство автомобильной дороги. Вот это Нуринмарк Красный на участке от школы и полтора километра до выезда из, собственно, населенного пункта. И, разумеется, подрядчик, производя технологические этапы ремонта этой дороги, да, или реконструкции, он вынужден завозить, интенсивно завозить строительные материалы на стройплощадку. Более того, у подрядчика было желание закончить эту дорогу раньше срока. Так, контракт двухлетний. Подрядчик нам заявлял, что он пытается закончить и сдать объект даже в этом году. Сейчас мы видим, что погодные условия нам этого сделать не позволяют. Впрочем, некоторые водители все равно едут, уверены, что их обязательно вытащат те же Камазы. Вы же здесь стоите, вы мало ли что меня выдернули, да, Камазы здесь ездят, выдернут. Так что все хорошо, машины едут. По словам Ивана Глазунова, на самых сложных участках должны дежурить грейдеры. Наша съемочная группа на всем протяжении дороги не встретила ни одной единицы техники. Предприятие Наринмардоремстрой, которое и занимается обслуживанием данной дороги, от комментариев отказывается. По информации профильного департамента, восстановительные работы на разбитых участках начнутся на следующей неделе. Еще раз повторюсь, что пока идет стройка, пока идет интенсивный завоз, стройматериал, дорога разбивается. Как только мы стройку останавливаем, мы понимаем, что у нас появляется возможность дорогу восстановить. Так вот, я прошу всех граждан набраться терпения немножко. Сейчас стройка уже закончится в течение нескольких двух, трех, четырех дней. И я надеюсь, что за следующую неделю мы уже дорогу в Красную восстановим. Что касается всей протяженности дороги от нулевого километра до 39-го, профильным департаментом заказаны услуги по проектированию реконструкции данного участка, в рамках которого будет определен наиболее оптимальный вид покрытия. Капитальный ремонт грунтовки планируется провести поэтапно. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».